В селе Черновка на прошлой неделе случилось страшное преступление. Мать убила двоих детей. За моей спиной, тот дом, окна на втором этаже, именно там случилось кровавое преступление, где погибли мальчики. Корреспонденты мои приехали разобраться во всех обстоятельствах инцидента. В пятницу, получается, в 6 утра, 22 числа постучался ее брат. Я посмотрела в глазок и спросила, кто. Я говорю, ну просто мало ли вдруг что случилось. Он говорит, мы детей убили. Он говорит, не веришься, ходи посмотреть. Он говорит, ну я тебе не советую, потому что там хуже, чем во время войны детей убивали. Это мне говорит ее родной брат. Ну я вызвала наряд, я не сказала, естественно, про детей. Думала, может, просто пьяный бред. Он так визуально пьяный был, да? От него очень сильно несло перегаром. Глаза просто бешеные были у него. Это вот человек, когда выпьет. Ну я, естественно, вызвала наряд, не стала говорить. Я говорю, просто пьяный. Я говорю, ходит, орет. Я говорю, поднимитесь в квартиру, проверьте. После этого они ушли на площадку, сидели. Соседи у них типа спросили, как утверждали, как у вас были ребятишки. Они сказали, что в школе. После как ни в чем не бывало, они еще гуляли по рынку в этот день. Ну и, естественно, как говорится, младший был в квартире с трупами, естественно, ребенок. А когда же приехала полиция? Получается, мы с рынка пришли. Время было где-то 11 часов дня. И тут наряд как раз. Я говорю, что случилось? Я говорю, ну вот соседи. И она прямо при милиции начала утверждать, что я убила. И во всех подробностях начали рассказывать. Так они ходили, помимо того, что не только меня, но и другим соседям, там кому-то еще, предлагали прийти посмотреть на тело мальчиков. То есть она вела себя абсолютно спокойно? Спокойно, как ни в чем не бывало. Вот когда человек, может, просто она не понимала, не осознавала. Ну, с такого вот ухмылка на лице она ходила. Они как ни в чем не бывало 2-3 раза, я их на рынке видела. Они ходили после этого всего случая. Ну, когда уже наряд вызвала, уже милиция поднялась, участковая. Я пошла тут маму как раз к картобусу провожать. Я выхожу, говорю, спрашиваю, что на самом деле убили? Они говорят, да. Говорят, нам просто ничего не сказать. Говорят, он настолько жестоко. Ну, он сам, когда вот пришел мне утром, говорит, мы детей убили. Он говорит, ну, средний, говорит, у нас, говорит, он чистенький. Мы его в костюмчике одели, говорит, он лежит вот так в руки. Он мне сам это все рассказывает, вот ее брат. Говорят, она старшего там не смотрит. Но старшего, говорят, там не один раз удар молотком по голове был. Вот. И милиция, когда спустилась, говорит, да, убили. Но у нас, естественно, истерика. Их тут же сразу задержали. Когда уже квартиру вскрыли, перед тем, как они не хотели туда пускать, он орал, говорит, я вас не пущу, вам, типа, тут делать нечего, милиция. Но они поднялись, квартиру вскрыли, у него истерика, естественно. Мы не хотели, нас до этого школа довела, типа. Вот. Но потом, уже после, когда их задержали, тут, естественно, целый день уже милиция. Тут они работали. И я у участкового, когда уже вечером, вышла, били ее снимать, я говорю, что там? Он говорит, там все плохо, лучше на это не смотреть. Видите дверь, это следы излома. Силовики, когда приехали на вызов соседей, пришлось взламывать двери, потому что ни женщина, ни ее брат не хотели пропускать следственные органы. Внутрь была была квартира, где находились маленькие дела уже погибших мальчишек. Все дети нормальные были. А сама вот эта женщина, она не внушала? Вот при нас ни разу, даже вот из того дома не пожалуются, не скажут, чтобы вот она агрессивная была или что-то. Нет. Для вас это, наверное, серьезное удивление, да? Я считаю, что таких людей на земле держать не надо, потому что, я говорю, даже самые злые звери и своих детенышей воспитывают и любят. А не знаете, из-за чего, почему, хотя бы что тут говорят люди? Говорят, у нее изредка шизофрения что ли была, но это опять наши разговоры людские. Все жители, все вот эти микрорайоны, всех домов, они очень-очень помогали детям. Она никогда не покупала вещи на детей, потому что все отдавали. Потому что дети вырастают быстро, вот, и вещи хорошие, и все. И там, а девчата оттуда говорят, ой, да, она прям испачкается, или что грязное совсем она на мусор отнесет. Они просто могут туда на рынок покупать одежду к младшему, себе вот костюмом купить, вот эту костюм. Спокойно идут все покупать. Спокойно, я их утром. Да, вот я говорю. И спокойно ждали полицию, сидели? Да, да. Все делать, детей мы убили. Она говорит, звонить надо. Где-то я пришел сюда пол-оденца, у милиции тут было. Это с ее звонка. Они уже лежали, может, в три, может, в два, ну, в четыре, там не ясно. Во дворе, вот в одном дворе, вот ее ребятишки бегают, вот наши внуки белые играют. Удивление было для вас? Ой, это даже такой шок, что даже не передать. У нас просто во всех, вот, жители здесь, как-то перепаской руки все опустились, мы ничего не можем делать. Ничего. Вот ложишься в охлавье, думаешь, ну, как это могло получиться, ну, как это могло случиться. Ну, что ребенок должен такое сделать, вот, что заслужить вот такую, как говорят, себе участь. Ну, что можно сделать?